МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости 24. В студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале о самых значимых событиях этого дня. Экологически чистый продукт по низким ценам. В Махачкале прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Символ дружбы и братства. В Новом Хушетте открыли сквир памяти национальных героев Тагестана и Чечни. Зимняя сказка для детей. В медицинском колледже имени Башларова прошло мероприятие для детей из семей подопечных фонда. В огонь и в воду в буквальном смысле МЧС России празднует свое 30-летие. Участие в режиме ВКС приняли руководители МЧС России Евгений Зиничев и в рею главы региона Сергей Меликов. Грамотное и решительное действие служб, подчеркнул Сергей Меликов, помогли спасти в этом году жизни около 700 дагестанцев и гостей региона. В любом случае первым на место угрозы, на место аварии, на место катастрофы пребывают сотрудники МЧС. И именно они, в том числе и сотрудники спасательных служб, принимают меры по оказанию медицинской помощи, по спасению людей, попавших в аварийные ситуации. Поэтому еще раз хочу повториться, что действительно здесь вы находитесь на передовом. В торжественной части у собрания стала церемония вручения государственных наград. Отличившиеся сотрудники МЧС были награждены орденами и медалями. Кроме того, в рею главы региона передал сотрудникам МЧС символический ключ от новой техники. А это 22 пожарных, 12 аварийно-спасательных и один штабной автомобиль. Перечислены, как Нариман Махмур сказал, ключ ко всем машинам построить. Около 9 тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность дагестанцев в праздничные дни. Вперед! С 30 декабря по 8 ноября личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Кроме того, ввиду запланированного ограничения массовых новогодних мероприятий проводится сбор, накопление и анализ информации об их проведении. В праздничные дни будет усилен видеоконтроль за местами массового скопления людей. Они будут оборудованы пунктами пропуска. Улицы будут патрулироваться сотрудниками правоохранительных органов. Также на районном уровне будут предприняты все необходимые меры по недопущению чрезвычайных происшествий. Казаки будут привлечены, добровольная народная дружина, общественные организации правоохранительной направленности. Активно принимают участие волонтеры. Уже проводится работа. На площади мы будем проводить развод совместный с участием. Заступает патрульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба. Министр природных ресурсов Дагестана Набиула Карачаев ушел в отставку. Указ об этом подписал в Рио главы республики Сергей Меликов. Карачаев возглавлял это ведомство с июля 2014 года. До назначения руководил Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Дагестану. По предварительным данным, временно возглавит ведомство первый заместитель министра Заур Ремеханов. Итоги 2020-го и задачи на 2021-е. В конференц-зале Дома дружбы прошла коллегия Министерства по национальной политике и делам религии. В ней приняли участие представители религиозных и общественных организаций, а также члены экспертного и общественного совета в премьер-нации. На повестке дня стояли вопросы реализации госпрограмм Республики Дагестан. Несмотря на пандемию, в 2020 году в регионе проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение межнационального мира и согласия, на профилактику и противодействие проявлениям экстремизма. Некоторые из мероприятий были успешно проведены в онлайн-формате. Помимо этого, на коллегии были обозначены задачи, которые необходимо будет выполнить в 2021 году. В числе прочих рассмотреть возможность реализации мероприятий, посвященных столетию со дня образования ДССР. В Махачкале прошла республиканская сельскохозяйственная ярмарка. Свои товары представили лучшие фермеры со всей республики. Ассортимент самый разнообразный. И в первый же день ярмарка собрала сотни покупателей. Подробнее о мероприятии в следующем сюжете. В очереди возле торговых точек махачкалинцы каждый раз с нетерпением ждут появления этих машин. Это означает, что настало время свежих продуктов. В этот раз запасались на новогодний стол. От овощей и фруктов до говядины и рыбы. Разнообразие и обилие товара и главная цена ниже рыночных. К тому же вся продукция от местного производителя. Мы представляем Хунзахский район, село Цадас, Пок-Нуси. Изготавливаем облепиху, джем облепиховый. Единственный, наверное, в Дагестане. Очень рады и благодарим за организацию такой ярмарки, что есть возможность приехать и представлять свою продукцию. Не по-зимнему теплая погода не помешала производителям скоропортящейся продукции приехать в столицу, чтобы реализовать ее по низким ценам. Мясо, сыр, масло, колбасные изделия почти все за день было раскуплено. А еще посетители ярмарки встречали праздничной программой и угощали пловом и чаем. Довольны ярмаркой не только участники, но и покупатели. Домой они уходят с полными пакетами, ведь у местных жителей была возможность купить качественные, экологически чистые продукты. Это понравилось махачкалинцам, и многие попросили проводить подобные ярмарки почаще. Зумруд Гамидова, Башир Алиев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Зимняя сказка для детей. В медицинском колледже имени Башларова совместно с благотворительным фондом Инсан прошло мероприятие для детей из семей подопечных фонда. В празднике приняли участие более 30 детей с родителями и опекунами. Организаторы для гостей подготовили интересную и веселую развлекательную программу с участием аниматоров. Дети читали стихи, участвовали в конкурсах. Вместе со сказочными персонажами ребята весело пели и танцевали. И, конечно, все детишки получили сладкие подарки. Мне очень понравился ваш праздник. Я бы хотела, чтобы их устраивали почаще. Спасибо за подарок. Мне больше всего понравилось выступление снеговика. Еще я благодарю Фатиму Махмутову, что она устроила этот праздник. А в Новом Хушете открыли сквер памяти национальных героев Дагестана и Чечни Саид Мухаммада Абубакарова и Ахмада Кадырова. Торжественное мероприятие посетили десятки людей. Среди них были представители власти, общественники и религиозные деятели двух регионов. Подробности расскажет мой коллега Хамзу Нурмагомедов. Ему слово. Они отдали жизни ради сохранения мира и согласия на Кавказе и Россию. Первый муфти Дагестана Саид Мухаммад Абубакаров и глава Чечни Ахмад Кадыров. Сегодня их портреты на двух архитектурных символах, башнях, соединенных мостом. Символ братства, единства и взаимопомощи. Всё то, что всегда было присуще отношениям между дагестанцами и чеченцами. На открытие сквера собрались десятки людей. Представители власти, общественники и религиозные деятели Чечни и Дагестана. Они вспомнили духовных лидеров, их достижение и выдающуюся роль в добром призыве к единению народов, сравнимую с гражданским подвигом. Этот день является продолжением братства, которое возложили наши предки. Предки, когда они находились в любых сложных ситуациях, всегда они были братьями в обоих республиках. Определённые силы, которые заинтересованы в расчленении России, которые заинтересованы в том, чтобы Кавказ взорвался, словно та страшная машина, взорвавшаяся под этими двумя великими людьми, вот точно так же пытаются взорвать Кавказ, взорвать ту великую традицию дружбы и любви между народами с единым этническим и генетическим корнем, между народами Чечни и Дагестана. Мероприятие постил и отец Айдмухаммада Абубакарова. Пожилой Аксакал с тростью в руках медленным шагом прогулялся в парке, открытого в честь его сына. Крепкий дух Амхас Мухаммад на камеру не говорит о чувстве скорби от потери сына, а уверенным голосом призывает к необходимости идти по пути укрепления добрососедских отношений между республиками и народами, к чему призывал в своё время сам Саид Мухаммад Абубакаров. Чеченский народ и дагестанский народ живут в соответствии с хадисом пророка Аллахи Салам. Сквер памяти героев обустроили в Новом Хушетии. Возле железной дороги проектировщикам удалось создать уютный парк для комфортного отдыха людей. Благоустройство идеальное, очень красиво у вас. Сделали скверик изумительный, замечательный. На пятёрочку. Территория данного сквера составляет более полтора тысяч квадратных метров. На ней установили небольшой примечательный мостик над условной речкой. И установлены скамейки, освещение. Но самый главный символ – это две башни. Которые символизируют дружбу между народами соседних республик. Инициатор проекта Саид Асхабов преследовал именно эту цель. Сохраняя память о национальных героях земли Кавказа, укрепить мир и согласие между народами Дагестана и Чечни. Каждый из присутствующих смог не только поблагодарить духовного наставника за тёплый приём, но и услышать от шейха ценные наставления и задать вопросы. Так глава района выразил беспокойство из-за уклонения от призыва на военную службу молодых ребят. Многие сейчас на сегодняшний момент обосновывают, я не знаю, какие убеждения и не убеждения, и говорят, вот служить в вооружённых силах российской армии на сегодняшний день как бы непозволительно им по каким-то убеждениям. Муфти, в свою очередь, выразил мнение, что у войны нет национальности, и беда на всех одна. В 99-м году, когда к нам пришли люди, сам военную форму одел и был готов защищать в любое время, выйти и защищать. Этим я показал своё отношение к своей родине, выполнял свой долг. Мы будем защищать родину еще. Беспокойство выразил и начальник культуры. Одна из проблем, с которой столкнулись в муниципалитете – это уход сотрудников с работы по религиозным соображениям. Если они раньше играли, выступали и в последнее время даже бросают работу и говорят, что по исламу это не подходит. По словам Муфти, национальная культура себе несёт свою уникальную самобытность. Раньше песни были, они носили воспитательный характер, а сейчас всё вот это потеряли. В моём понимании, вот эту культуру, вот это надо развивать, в моём понимании. Но, я ещё раз подчёркиваю, чтобы вот это носил характер воспитательный. Алина Багилова, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТМ Хачкала. К новостям спорта. Абдул-Рашид Садулаев завершил сезон на первой строчке рейтинга дагестанских борцов. Об этом сообщает WestDag.ru. В этом году Махачкали не содержал победы на чемпионате Европы в Риме. Стал лучшим на первенстве страны в Нарафаминске, а закрепил свой успех дагестанский танк на Кубке мира в Белграде. С начала года, вплоть до декабря, лидерство в рейтинге удерживал чемпион Европы Курбан Шираев. Всего же в классификацию вошли 83 спортсмена. Любопытно, что капитан сборной России Садулаев в последние 7 лет показывает лучшие результаты среди дагестанских борцов, но при этом только лишь в 2014 и 2018 годах возглавлял итоговый рейтинг. Его обходили те, кто чаще него выступал на соревнованиях. Шестеро дагестанцев выступят на первом турнире Лиги Брейв в России. Турнир ведущего Ближневосточного промоушена пройдет 16 января в Сочи совместно с Крепост Селекшн. Вечер боев возглавит поединок с участием Ильдара Ильдарова. Махачкалинец, представляющий клуб из Бахрейна, проведет защиту титула в суперлегком весе. Его соперником станет нокаутер из Бразилии Леонардо Мафро. Кроме того, зрители ожидают поединки с участием экспретендента на титул чемпиона UFC Али Багаудинова, чемпионов мира по ММА Гамзата Хиромагомедова и Муртазали Шамхалова. Внимание дагестанских любителей ММА также будет приковано к выступлению молодых и перспективных бойцов, таких как Магомед Абду Саламов и Мурат Беларов. Всего в файт-кадре с дебютного в России турнира Лиги Брейв будет представлено 12 бойцовских пар. Дагестанский боец ММА нокаутировал непобежденного бразильца. Полусредний вес Раймонд Магомед Алиев поддержал победу в поединке с Эдсоном Маркесом на турнире Лиги Бан Экси. Магомед Алиев выиграл размен стойки в первом раунде и отправил своего соперника в нокаут. Для россиянина эта победа стала второй в трех боях в сильнейшем промоушене Азии, в то время как бразилец потерпел первое поражение в карьере. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин